С лалом в условиях урагана. В минувшие выходные, в самый разгул стихии, на площадке одного из торговых центров города состоялся чемпионат по автоманеврированию. По задумке этапов и выполняемых элементов должно быть больше, но шквалистый ветер внес свои коррективы, конусы постоянно сносило. Спортсмены назвали условия вредными. Для успешного прохождения трассы необходимы определенные навыки. Юниоры, соответственно, у нас на закрытой площадке подготовлены. Уметь рулить по большому счету, уметь пользоваться управлением машины, тормозить вовремя, повороты вписываться и так далее. Участвуют автоспортсмены из Иваново, Шуи и Владимира. 19 человек в индивидуальных заездах, три команды. Этап первый и единственный с лавом. Машины на старте задача проехать классический элемент змейка традиционно и задним ходом. Сделать это нужно быстро, не задев импровизированные стойки из шин. Первый раз меня позвали чисто случайно на какой-то автоледи соревнований. Там среди 40 девушек я проехала лучше всех, быстрее всех. И поняла, что это талант, надо мне теперь ездить везде. До этого я думала, что я просто хорошо ещу. Ну как, успешно, раз приехала. Дмитрий признается, автоспорт – это болезнь. Мужчина участвует в каждых соревнованиях, старается не пропускать ни гонки, ни ралли. Мастерство оттачивает уже 17 лет. Свою езду на городских улицах называет спланированной. Это тогда, когда все просчитано, все секунды, повороты, движения других автомобилей. Других участников движения и так далее. То есть, все преднамеренно, будем так говорить. Только посмотреть на зрелищные соревнования, увы, пришли немногие. Организаторы рассказывают, участники чемпионатов – хороший пример для других водителей. Хороши тем, что одновременно как бы реклама этого дела. Реклама в том отношении, что человек, вот любой зритель может посмотреть и узнать возможности человека, как спортсмена, возможности машины. Повышается профессионализм водителя, умение управлять машиной в критических ситуациях. Любителям скорости, гонок и маневров – место не на городских улицах, где езда должна быть размеренной и безопасной, а на площадках автосостязаний. Здесь и адреналин, и дух борьбы.